Сказки на ночь это самое доброе пожелание спокойной ночи своему малышу. Главное, чтобы оно было не коротким и небрежным, а достаточно обстоятельным, сильно насыщенным любовью, заботой и нежностью. Сказки на ночь детям это общение с детьми в волшебном языке, которое они понимают первые, маленькие, но такие важные уроки в жизни. Вот только рассказать перед сном детям можно не каждую сказку, так же как и детям не каждую можно читать. Пожелания перед сном должны быть добрыми и ласковыми. Во время рассказа поглаживайте свою крошку по голове, как котенка. Если вы хотите, чтобы малыш быстро уснул, расскажите ему спокойную и добрую сказку. Вспомните, как раньше звучали сказки, рассказанные вам на ночь вашими бабушками, скорее всего, очень тихо и ровно. Она вас убаюкивала и успокаивала. В такой момент для ребенка в мире существует только один голос, именно ваш. От него зависят мысли, настроение и образы ребенка. То, что видит во сне ваш малыш, зависит от того, что вы ему расскажете перед сном. Если же сказка, насыщенная эмоциями и действиями, то она может настолько увлечь кроху, что он будет сильно переживать за героев и волноваться. Ему будет не до сна. Если волк украл козлят, такие сказки лучше читать днем, а не пробудет у вашего карапуза интерес к чтению и книгам. Сказки детям перед сном должны стать самой доброй семейной традицией. В психологии даже существует специальное направление. Сказка-терапия. Идея заключается в том, что малыш может применить на себя роль как добрых, так и злых героев. Представлять жизненные ситуации и правильно себя в них вести. Существует мнение, что человек на уровне подсознания повторяет сценарий своей любимой сказки. А вот какая сказка станет непосредственно любимой для вашего крошки, решать только вам. Главное, чтобы эта сказка учила его жизненным ценностям и была обязательно концом. Прежде чем рассказывать сказку малышу, убедитесь, что она простая и сможет донести до него нужную идею. Сказки очень важны для развития детей. Но важно, чтобы родители подбирали сказки по возрасту и развитию своих деток. Например, вы начнете читать малышу в три года сказку Пушкина «Рыбаки и рыбки». Во время ее чтения придется объяснить, что такое невод и столбовая дворянка, и после первой же страницы кроха просто потеряет интерес. Главное, не торопиться. Сказки Пушкина отложите в сторону и подождите, пока кроха подрастет до них. Какие сказки читать детям, чтобы им было интересно? Деткам в возрасте от годика до трех лет хорошо подойдут сказки про живот. Мама и папа, рассказывая, могут подражать голосам животных, корчить рожицы и жестикулировать. Это ребенку очень понравится. Для этого возраста лучшими сказками будет репка, курочка, рябка, теремок, колобок. Дети старшего дошкольного возраста уже все хорошо понимают, помышления у них еще конкретные, поэтому сказки должны быть с простым и конкретным сюжетом, а главными героями должны быть животные и люди. В таком возрасте детям отлично подведут сказки народных героев мира. Русские народные сказки, сказки Бажова, Андерсона, братьев Гримм, в возрасте от 7 до 11 лет начинают примерять на себя сюжеты, поэтому выбирайте сказки для деток от детях такого же возраста. Обратите внимание на сказки Джанни Радани, Александра Волкова, книги Гарри Поттера. Это хорошие сказки для такого возраста. Также как раз в то время, когда можно вернуться к сказкам Пушкина. Если вы думаете, что подросткам не нужны сказки, то вы очень ошибаетесь. В этом возрасте на смену простой сказки приходят книжки о фантастике и приключениях. Это возраст, вариант сказки в 11-12 лет. Вы можете зачитать книги про Гарри Поттера, про Гулливера. Также не забывайте о классиках детской и взрослой литературы, как Кир Булычев, Льюис, Кэрол, Жюль Верн в конце концов. Читать сказки нужно маленьким детям и тем, кто уже вырос, и умеет читать самостоятельно даже. Сказки нужны не только малышу, но и взрослому человеку. Они помогают забыть о проблемах и поверить в чудо.